Мы впервые увиделись в городе Омске. Мы были в одной компании, и тогда я даже не обратил на неё внимание. Я не задумывался, что она когда-то будет моей женой. Я его увидела, и он мне понравился сразу. Сразу мне что-то ёкнуло. Но в тот момент отношения строить было не место, не время. Примерно через три года мы встретились уже в другом городе, при других обстоятельствах, с другими людьми. Я понял в своём сердце, что-то там ёкнуло в моём сердце, и я понял, что это тот человек, с которым я буду до конца своей жизни вместе. Но я знала, что это человек, с которым, ну, предназначенный мне судьбой. Но я не делал никаких попыток для того, чтобы это как-то обозначить или что-то. Я чувствовал любовь в своём сердце. Я чувствовал, что она любит меня. И именно вот эта искра, которая горела и не потухала, именно вот это привело меня к ней. В дальнейшем мы разъехались по разным городам, вообще по разным концам страны. И каждый шёл своей дорогой. И однажды так получилось, что у нас судьба нас свела, однажды, Новокузнецкий. И мы там встретились, и начали отношения развиваться. Просто сказал, будешь моей женой. Я знала, я ждала этого. Где-то внутри, глубоко, я понимала, что так будет. Но у меня холодный пот прошиб, если честно, когда он мне сделал предложение. Всё равно это было неожиданно. Когда я делал её предложение, то у меня не было внутри никаких сомнений. Я знал, что она скажет «да». Было тяжело, потому что мы жили в квартире, где мы жили, там ещё жили люди другие. И нам было трудно, мы не могли даже остаться наедине. То есть это были редкие моменты, когда мы оставались, все уходили куда-то там. Были обстоятельства, которые были и тяжёлые. Были времена, когда мы терпели кризис в своих отношениях. Но именно любовь, которая была между нами и есть сейчас, она соединяла нас, она позволяла нам преодолевать это. И после того, как мы преодолевали эти обстоятельства, мы становились ещё сплочённее, ещё сильнее. И мы не представляем свою жизнь друг без друга. Мы одна целая, мы одна семья. Во время кризиса очень важно общаться, научиться разговаривать. Потому что мы не разговариваем, люди из-за кризиса наступают из-за того, что люди не разговариваются друг с другом. Во время кризиса я осознаю, что в каждом кризисе нет победителей, проиграли оба, если это кризис в нашей семье. И поэтому я пытаюсь прилагать все усилия, чтобы выйти из этого кризиса. Иду на уступки, делаю подарки, обращаю больше своего внимания в тот момент, когда она в нём нуждается. И через это так выходим. Мы научились разговаривать друг с другом, общаться и слушать. Мужчинам нужно любить своих жён. И понимать самое главное, что разрушив семью, ты не избавишь себя от проблем в своей следующей семье. Нужно меняться самому. Нужно с пониманием относиться к тому человеку, который находится рядом. И всеми силами стараться жить не для себя, а для неё. И тогда в ответ ты будешь получать то же самое. Она будет жить не для себя, а для своего мужа. Почему вообще кризис приходит? Потому что человек начинает думать, может где-то там что-то лучше. Нет ничего лучше. Надо работать над собой. И научиться идти до конца. То есть, когда ты принимаешь решение, надо идти до конца. Моя жена в первую очередь, это моя любимая. Моя жена – это мой спутник. Моя жена – это мой помощник. Моя жена – это самый близкий мне человек, на которого я могу положиться везде и всегда. Мой муж для меня – это глава, конечно же, в первую очередь. Это мой лучший друг и лучшая подруга. В одном лице, мне кажется. Потому что то, чем я могу с ним поделиться, я больше ни с кем не могу поделиться. Это так же он, я думаю. То есть, мы делимся сокровенно. Ну, ближе никого нет. Любовь – это когда два человека имеют вот этот огонь внутри. Два человека, которые имеют цель, которые вместе идут к этой цели, помогают друг другу. Любовь – это когда независимо от обстоятельств и настроения, мы вместе, мы рядом, мы неразлучны. Любовь – это верность, это доверие, это решение, поступки.